Нестеров Нестеров называл эту картину вершиной своего творчества. Она является высшей степенью мастерства, которого ему удалось обрести с момента работы над видением от руку в Варфоломею. Масштабное произведение Масштабное произведение было создано в преддверии трагического для России 20 века, которое уже успело омрачить Первая русская революция 1905 года и Первая мировая война 1914 года. Происходящее событие пугает художника. Он будто предчувствует грядущие потрясения. Фоном для полотна служит ранний осенний пейзаж и побережье Волги. Изображенное шествие во главе с царем, патриархом и воеводой, похожее на крестный ход, собирательный образ русского народа, ищущего Бога и правду. Все участники многофигурной композиции расположены по диагонали таким образом, чтобы зритель мог без труда их рассмотреть. В толпе видны представители разных сословий разных эпох, от древнейших времен до современных художнику дней. Вместе с народом идут христианские писатели – Федор Михайлович Достоевский, Владимир Сергеевич Соловьев и Лев Николаевич Толстой. За фигурой Достоевского находится один из его героев – Алеша Карамазов. На первых эскизах к полотну «Шествие возглавлял Иисус». Позднее Нестеров отказался от данной идеи и написал вместо него мальчика, поразительно напоминающего отрока Варфоломея. Это и есть душа народа. Присутствие Христа на полотне также сохранилось. Его темный лик, заметен на иконе «Спас неукотворный, который несут понурые крестьяне». По словам Нестерова, именно такой образ ему привиделся однажды в страшном сне. Взгляд ребенка устремлен далеко вперед, куда-то за пределы холста. Толпа, которая следует за ним на почтительном расстоянии, кажется безразличной. Практически никто из участников шествия не смотрит на отрока, кроме, пожалуй, солдата-инвалида. А слепший, тот идет увереннее остальных, точно видит дорогу, но не глазами, а сердцем и душой. Создается впечатление, будто именно он ведет сестру милосердия, а не она его. Эти две фигуры, чем-то напоминающие жениха и невесту, кажутся ключевыми, а не как символ искупления человечества через страдания и сострадания. В построении пейзажа наблюдается типично Нестеровский подход. Линия горизонта параллельна линии холста и спрятана за лесом. Она находится выше геометрического центра, благодаря чему создается ощущение, будто художник смотрит на своих персонажей немного сверху. Передние и дальние планы, планы переходят друг к друга. Все продумано, уравновешено и гармонично. Декоративная уплощенность композиции, некоторая бесплотность персонажей, утонченность цветовых оттенков, стилизация линии и форм свидетельствует о приближении творчества Нестерова к стилю модерн. Субтитры создавал DimaTorzok